Реализация транспортно-логистических проектов является приоритетом в сфере восстановления освобожденных территорий Азербайджана. О новых инфраструктурных проектах и уже введенных в эксплуатацию реализованных проектах Рауф Агамирзаев. Некоторые проекты на стадии строительства, некоторые уже мы наблюдаем, что они функционируют. Был открыт Физулинский аэропорт, Зангеланский аэропорт, также Дорога Победы, автомагистраль Берда Абдам, также часть автомагистрали Худат-Эрингубад-Лылачин. Но в общем, если пересмотреть, объем работы очень большой. За три года в Карабахе было начато строительство 990 километров автомагистрали, 333 километра железнодорожной магистрали. Эти магистрали будут интегрированы как внутреннюю сеть Азербайджана, так и, как мы знаем, уже Азербайджан участвует в разных международных проектах по восток-западу. Они будут связующими звенами. По территории Азербайджана два маршрута в сторону запада. Это вдоль реки Кура и вдоль реки Араз. Между ними то, что строится на данный момент в Карабахе, они будут связывать. Это даст Азербайджану диверсифицировать маршруты и снизить риски. Можно пересмотреть по проектам. Автомагистраль Шукербайли, Джабраил, Хадрут, Хадрут, Физули, Физули, Ахдам, Ахдам, ТРТ и выход на Евлаг, на трассу, которая соединяет нас с Грузией. Это первое направление. Второе направление вдоль границы Армении. Это Худатарин-Губад-Гулачин, который примыкает к автомагистрали Хорадизардэнд. От Лачина до Кельбаджара также строится магистраль. Для информации, по этой территории никогда не было магистрали. Это новая магистраль. И также строится тоннель под Мурудавским херебетом, выход на город Гянджа, тем самым выход на Грузию. По территории Карабаха и Восточного Зангязура 49 тоннелей, общая длина 66 километров. Для информации, автодорожного тоннеля в Азербайджане вообще до этого не было. Также строится и железнодорожный туннель. Это тоже для нас новшество. У нас на территории Азербайджана не было железнодорожного туннеля. Аэропорт Физули, аэропорт Зангилан функционирует, принимает разные виды самолеты. Также можно отметить, что те аэропорты, которые строятся по территории Карабаха и Восточного Зангязура, они принимают до 400 тонн самолеты. И также это даст возможность Азербайджану диверсифицировать и воздушные коридоры. Не зависит только от одного направления, но и также интегрировать этот регион и тем самым увеличить свое значение на региональной карте. Также у нас строится в Лачине самый высокогорный аэропорт, 1800 метров от уровня моря. И это даст возможность Азербайджану диверсифицировать воздушные коридоры. По железнодорожному сегменту уже завершен проект Берда Ахдам. Продолжается строительство, проектирование, то есть от Ахдама до Ханкянды и модернизация от Явлака до Берды. Также активно строительство города Ахдам, Зангязурский коридор. Это тоже планируется завершить до 2025 года, я думаю. Основные работы в этом году закончат, но в следующем году, первом квартале, скорее всего, уже сдадут по полностью. Также идет работа в сторону Ирана. На границе с Ираном Ахдам начали строительство автодорожного моста, которое будет соединять нас с Нахчеванской автономной республикой. И тем самым мы выйдем на Нахчеван, а тут уже в сторону Турции. Азербайджан реализовал очень масштабные проекты регионального и континентального значения. Это проект Бахута-Белиси-Карс. После войны, так как с Арменией еще не ясно, Азербайджан также активно диверсифицирует маршруты через территорию Иран выходом на Нахчеван. И дальше, в течение пяти лет, как объявил президент Ардуан в Нахчеване, в октябре 2023 года, построится железная дорога Карс-Ирдыр-Садарак. И тем самым получается Кавказское кольцо. Азербайджан будет иметь выход как с территории Грузии, так и через Иран выходом на Нахчеван в сторону Турции. А на будущее, если будет нормальное отношение с Арменией, тогда откроется не одна дорога. И это даст возможность больше грузов перетягивать через Азербайджан в сторону Запада. Как мы знаем, в октябре 2023 года премьер Пашиньян объявил так называемый перекресток мира, в котором все дороги соединяются в Армении. Но есть один нюанс, так как нормальных отношений на данный момент нет с Азербайджаном, нет открытой коммуникации, а из-за этого еще закрыты границы с Турцией. И этот проект перекресток на данный момент пока фейк. Это будет линия, которая будет соединять север Армении с югом. В смысле границы Грузии-Армении до границы Иран-Армении. Но там тоже есть другой нюанс. После освобождения Карабаха и восточного Зангезура традиционная дорога, которая связывает с границей Ирана, она проходит прямо по территории Азербайджана. Азербайджан там установил таможенные пункты, проверяются грузы. Из-за этого Армения решила построить на территории Зангезура альтернативную дорогу. Подрядчики там иранская компания планируют завершить в течение трех лет. Но если перейти на восточную часть Зангезура, территорию Азербайджана, уже на данный момент функционирует автомагистраль Часть этой магистрали достраивается и строится от Лачина до Кальбаджара. Это даст возможность одно дело говорить, одно дело иметь вот эту дорогу. Если у вас есть инфраструктура, грузы сами потянутся на эту дорогу. И с льготными, скажем, какими-то стимулирующими программами это можно сделать гораздо быстрее. В смысле стимулировать груз, чтобы он именно перетянулся в нашу территорию и через нашу территорию они передвигались в сторону запада. В нашем регионе соприкасаются три маршрута. Это север-юг, запад-восток и юг-запад. Разные региональные державы заинтересованы в этих маршрутах. А Азербайджан заинтересован, чтобы эти маршруты все проходили через территорию Азербайджана. И тем самым увеличивается значение всей транспортной сети Азербайджанской республики. На данный момент в восточном побережье Черного моря портовые инфраструктуры в хорошем состоянии, скажем, у Грузии. Потому что Турции не такие мощности. Но Турция еще планирует улучшить свою инфраструктуру. Все порта Грузии, они имеют выход на железные дороги. Это очень хороший показатель. Также в этом месяце планируют еще улучшить, в смысле, начать строительство глубоководного порта Анаклия. Это в год 100 миллион тонн груза и 1 миллион ТЭО контейнеров. И тем самым грузинская сторона получает дополнительные привилегии. Но со стороны Турции, если посмотреть, Турция тоже не остается в стороне. Она тоже увеличивает объемные мощности по порту Трабзон. Планирует на ближайшие течение, может быть, пяти лет в железнодорожной магистрали Анкара-Карс поднять ветку до Трабзонского порта. Тем самым, если разрисовать полную карту, скажем, с Алята будет уже для грузоперевозчика даст возможность иметь не один выход на Черноморский порт, а уже два. Один – это от Алята до Поти, Батуми и на будущей Анаклия по существующей магистрали. Второй – это через Сен-Газур, Нахчеван, Ихдыр-Карс. А дальше через Карс выход на Трабзон. Чем больше дорог, чем больше альтернатив, тем больше маршрут эффективен. Также то, что планируется построить на территории Турции, в смысле соединить турецкую железную дорогу отдельно с Ираком и выход на Басру, это тоже даст нам возможность принять дополнительные грузы и альтернативный выход на Персидский залив. На данный момент мы только зависим от Ирана. Но иранская инфраструктура железнодорожная, она, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии. Там требует очень сильных инвестиционных вложений, потому что средняя скорость маленькая. Большие грузы, они требуют именно как скорость, так и серьезные инвестиционные вложения, чтобы улучшить инфраструктуру. У Азербайджана в этом плане ситуация гораздо лучше, и Азербайджан имеет дорожную карту на ближайшее будущее, что также усилит позиции как Азербайджана, так и транскаспийского международного маршрута. Азербайджан 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 Азербайджан